Отсутствие мимики, отсутствие какого-то контакта зрительного с человеком не дает нам права условно делать все, что мы хотим. У них там какие-то свои выражения, значения смайликов. Я недавно читала, что вот луна — это не луна, а присылать смеющийся смайл в WhatsApp — это уже вообще, это моветон. Я, может, сторонник такого больше западного, европейского подхода. Моему знакомому в ресторане прислали, мы сидели, пили чай, ужинали, ему прислали голосовое сообщение на 30 минут. Ты уже ставишь полтора скорость, два скорость, а оно еще все идет и идет, как турецкий сериал, который никогда не закончится. О том, как правильно общаться в сети, об этом поговорим сегодня. Это главные новости в студии. Адель Каламин, здравствуйте. Арслан Менгалеев, специалист Координационного центра Казанского федерального университета у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. 8 800 532 55 и 511 99 66. Набера прямого эфира в ближайшие 20 минут. Можете звонить нам, задавать вопросы, высказывать свое мнение. О цифровом этикете поговорим сегодня. Относительно новое понятие, я думаю, для многих незнакомое. В негласном своде правил поведения людей в обществе, если современный бытовой этикет складывается столетиями, то о цифровом заговорили буквально пару десятилетий назад. Сегодня расскажем, что такое цифровой этикет, зачем он нужен и так ли важно его соблюдать в деловом, рабочем и личном общении. Для начала приведу статистику. Одно из известных креативных агентств и сервис для СММ опубликовали ежегодное глобальное исследование состояния сферы диджитал. 62,5% мирового населения использует интернет. Число юзеров за 2021 год увеличилось на 192 миллиона и составляет почти 5 миллиардов человек. Именно столько пользуются интернетом, социальными сетями, общаются там. Количество пользователей социальных сетей выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 миллиарда. И вот сетевой этикет. Казалось бы, действительно, никто об этом не задумывался, но сейчас настолько много людей каждый день могут общаться с десятками, сотнями людей в социальных сетях, в мессенджерах. И есть такие вещи, на которые смотришь и думаешь, мувитон, не надо так делать. Что такое цифровой сетевой этикет, скажем так? Это действительно есть такое понятие или это что-то такое тоже виртуальное непонятное? Понял. Действительно, цифровой этикет — это, как вы правильно сказали, то, что формируется буквально на наших глазах. Потому что обычно под этикетом мы понимаем некий свод правил поведения. То есть условно, что делать нужно и правильно, и что делать неправильно или как-то будет опасно. Может быть, опять, как вы сказали, мувитон и так далее. По сути, то же самое и в цифровом мире действует. Потому что у нас принято разделять цифровой и реальный мир, что мы общаемся, все хорошо, но в цифровом мире эти правила не действуют. Потому что мы же собеседника не видим, тем более, если мы общаемся не с одним человеком в мессенджере где-нибудь, а на большом потоке, где могут переписываться друг с другом десятки, сотни людей. Чаты, а главное. Да, те же самые чаты. И вроде бы мы там одни из тысяч пользователей. Но на самом деле реальность и виртуальность разделять в настоящем мире не стоит. Потому что все наше общение, наша личность, она остается что в реальности, что в виртуальности. Поэтому те же самые нормы, правила корректного поведения, которые есть в реальности, задается вопрос тогда, почему их не должно быть в виртуальности, да, если и наш, и реальный виртуальный мир, они сейчас уже фактически становятся таким двуединным. Поэтому те же нормы поведения, те же тумблеры, которые включаются у нас в голове, когда мы общаемся с разными людьми, да, допустим, с парнем, с девушкой, у нас одно общение, с родителями, может быть, второе, со старшим поколением третье, с детьми четвертое, а с представителем, например, другой национальности, религии или какого-то другого положения социального, у нас может быть пятое общение, форма общения, да. Тут, соответственно, те же, по сути, правила поведения, которые должны воспитываться в человеке в период его взросления, и даже на протяжении, в принципе, всей жизни мы всему чему-то научимся, они также должны будут закладывать и наше поведение в виртуальности. Ну, с другой стороны, в виртуальном мире мы ведь не видим мимику, жестикуляцию, глаза человека, его состояние, то есть мы привыкли, что когда мы разговариваем, мы немножечко считываем, да. Да, невербально мы чувствуем человека. А здесь ведь это невозможно сделать, ну, если только он не пришлет тебе какой-то там смайл, который что-то значит, и тут точно мы наверняка тоже все не знаем, что эти смайлы значат, мы об этом с вами немножко позже поговорим. Вот здесь вот, как вы говорите, это одно и то же, но не совсем, наверное, одно и то же. Ну, я бы не сказал, конечно, действительно, что это прям идентично, да, что это такой слепок. Разумеется, есть определенные штрихи, определенные характеристики. Но мы сейчас говорим о тренде, о сути того, что мы передаем информацию, мы следим за своей речью, мы следим за поведением, и это как раз, так бы, отсутствие мимики, отсутствие какого-то контакта зрительного, да, если человек не дает нам право, условно, делать все, что мы хотим, да, условно, все равно эти нормы поведения, эти модели, они будут включаться, что если мы человека видим, и что если мы человека, условно, не видим, да. Более того, все-таки виртуальность, она позволяет нам, она делает наш мир безликим, как вы правильно действительно сказали, и это порождает очень важное чувство, чувство безответственности, потому что, когда мы с человеком общаемся, и мы понимаем, что если я сейчас скажу сейчас, или тем более сделаю, то последует незамедлительная реакция, то, соответственно, мы поэтому стараемся себя ограничивать в каких-то вещах, и, как вы думаете, сами прекрасно понимаете, можно из личного опыта, все, что мы думаем о человеке, мы ему сказать сейчас не можем, по самым разным причинам, хотя, но в виртуальности этот механизм сдерживания, он теряется, потому что человек становится, для него это просто набор пикселей на экране, хотя за ним то, что там чужой человек, другой, вернее, человек, это надо еще подумать, понять, ну и, в принципе, даже и не важно, но там остается человек, поэтому, соответственно, вот эта вот безответственность, чувство того, что ничего не будет за мои слова, и тем более там за мои какие-то поступки, там распространение фотографий или личных данных, то, к сожалению, подстегивает человека, делает, ну, не совсем приятные шаги. А вот с этикетом в жизни, какой вилкой, какие продукты нужно есть, да, здесь все понятно, это можно все прочесть, послушать, на эту тему очень много видеороликов в социальных сетях, в тех же самых, где вычитать этот великолепный свод правил общения в социальных сетях? Действительно, с одной стороны, когда мы говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо, это, как вот, обычное наше поведение воспитывается в процессе, опять же, нашего общения, то есть в процессе социализации, когда мы разговариваем с родителями, когда мы говорим со своим окружением, со своими близкими, даже с обычными людьми, мы вот неосознанно, да, ежедневно, буквально в течение многих-многих лет, пока из нас что-то там не вырастет, мы, соответственно, впитываем эти нормы поведения. Тот же принцип, на самом деле, действует. Кто-то впитывает, кто-то не впитывает. Кто-то не впитывает, да. А если мы говорим уже о более таких специфических чертах общения интернет, да, сетевого общения, то на самом деле тех же самых видеороликов от наших популярных банков, которые там, в принципе, я думаю, на телефоне у каждого установлены эти приложения, там, да, самых разных красных, зеленых, желтых банков, они очень часто публикуют вот эти вот нормы цифрового этикета, интернет-безопасности, информационной безопасности, в том числе те, там, одна из самых популярных компаний, да, которые у нас в России специализируются на антивирусах, я думаю, их программа обеспечения установлена абсолютно на каждом компьютере, да, очень известная компания, она тоже публикует, ну, по долгу своей службы, не только о том, как защитить, условно, сам компьютер, там, от проникновения мошенников, но и как раз нормы поведения, этики своеобразные, которые присутствуют в виртуальном пространстве, что можно публиковать, что нельзя, там, что можно говорить под фотографиями, что не стоит. Арсен, давайте мы, наверное, перечислим вот такие главные и очень важные правила общения в социальных сетях, я думаю, многим будет полезно, потому что вот, если сейчас посмотреть на разные возрастные группы, да, скорее всего, общение той, ну, младшей категории, скажем так, новеньких в социальных сетях, это детки, там, кому только, там, дали телефоны или доступ к планшетам, интернетам, их круг общения, вообще, стиль общения, это одна история, то есть, возможно, даже мы с вами не совсем поймем, что там вообще происходит, да, вот, дальше подростки, это совершенно другая категория, то есть, тоже очень сильно отличающиеся от нас, потому что у них там какие-то свои выражения, значения смайликов, я недавно читала, что вот луна, это не луна, а присылать смеющийся смайл в WhatsApp, это уже вообще, это моветон, и так делать нельзя, я всего этого не знаю, для меня это смеющийся смайл, а причем для моей мамы этот смеющийся смайл, она говорит, что ты плачешь, ну, потому что там нужно же еще приглядеться и рассматривать, то есть, все возрастные группы абсолютно по-разному вообще вот относятся, воспринимают и понимают это виртуальное общение, давайте мы с вами попробуем перечислить несколько очень важных правил, которым стоит следовать всем абсолютно, кто общается в социальных сетях. Да, конечно, то есть, для, я думаю, универсально для всех возрастных или социальных групп будут, по сути, те нормы, которые мы в том числе транслируем и в реальности, то есть, опять же, очень важно, чтобы мы не транслировали, во-первых, такую любую негативную информацию, связанную с ложью, да, то есть, это все самые фейки, когда очень часто мы в силу того подобного незнания, да, и так далее, мы распространяем эту фейковую информацию. Более того, отсюда вырастает как раз из этой фейки, так буквально, можно сказать, стрелочкой, приходит это распространение моральной паники. То есть, у нас, я думаю, у всех есть там чаты, да, в наших социальных мессенджерах, в социальных сетях, и где часто, там есть пометка, часто пересылаем, и у нас любят, особенно люди старшего поколения, пересылать бесконечные просто новости, начиная от там маньяков или, да, пардон, педофилов, которые там на детских площадках где-то обитают, заканчивая отравленными шприцами или иглами в кинотеатрах. И вот этого, конечно, очень добра, к сожалению, или зла, да много. И 99,9% этих всех новостей, это, по сути, ложь, причем такая наглая, неприкрытая. Когда оно именно переслано, да? Да, 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 да. И, соответственно, поэтому так не нужно делать, во-первых, это все-таки нервирует людей, во-вторых, это действительно заводит моральную панику, особенно тех людей, которые подвержены к этому. Да, есть же люди, которые вообще всему верят, они читают и говорят, о, господи, какой ужас, кошмар, а кто-то такой очередной фейс. Более того, эти вещи очень плохо влияют на систему благотворительности. То есть, ну, не секрет, да, я думаю, как бы каждый на себя может примерить, что у нас в обществе это не хорошо, не плохо, это так есть, да. У нас есть определенные, ну, может быть, не проблемы, но шероховатости с доверием, да. Это наша страна, к сожалению, не может похвастаться высоким удровием межличностного доверия, это связано с многими причинами. Соответственно, поэтому любые ростки гражданственности, любые ростки межличностного контакта, благотворительности, это очень важно поддерживать, да, вот максимально оберегать. Но, к сожалению, когда вот эти фейковые информации пересылаются, особенно, например, там, сбор денег какому-нибудь ребенку, да, на лечение, зачастую эти вещи без перепроверки оказываются мошенническими. И получается, что человек пересылает деньги, он пересылает их действительно не нуждающимся ребенку или, там, погорельцам, да, но пересылает их мошенникам. И когда это вскрывается, это, разумеется, подрывает любое институт доверия в нашем обществе, который все-таки я призываю всех, разумеется, пестовать, оберегать и только по возможности расширять. Вот. Та же самая уж, я уж не говорю про орфографию пунктуации, я думаю, это каждый уважающийся человек должен делать. Очень важно, также при этом, конечно, мне очень нравится, особенно в чатах, это популярностью пользуется. Прежде чем задавать вопрос, нужно пользоваться поиском. То есть зачастую, особенно те люди, которые вынуждены в больших чатах отвечать на многочисленные сообщения, они, по сути, отвечают на одни и те же сообщения, которые задали, там, перед ними, 10 сообщений вперед. Соответственно, поэтому лучше воспользоваться поиском и хотя бы найдите это сообщение, ответ на него, прежде чем снова людей спрашивать. Разумеется, мы сейчас можем сказать, что человек должен этим, да, это его работа, но все-таки, да, человек уже ответил 10 раз на одно и тот же вопрос. Чуть-чуть повыше просто нужно подняться. Немедленный ответ. Не требовать немедленного ответа. Есть такое внегласное, я так понимаю, правило о том, что вот когда начинается привет и в эту же минуту, как дела, о чем молчишь, а что делаешь, а ты где, о чем занят. Вот это да, это видимо, у людей есть очень много свободного времени. Мне очень нравится, когда пишут, там, допустим, ну, люди, с которыми ты не каждый день общаешься, и, например, я не требую людей спрашивать, как дела. Ну, то есть, это нормально, мы очень часто, у меня очень много контактов по таким рабочим вопросам, и мне очень нравится, когда люди, с которыми мы общаемся, может, раз в полгода, почему-то так очень редко, они спрашивают, как дела, да. Я понимаю, что человек не пришел со мной общаться, он хочет от меня какой-то информации. Мне будет намного приятнее, если человек сразу в одном сообщении скажет, что ему надо. Потому что я, в свою очередь, также задаю вопрос, то есть, минуя вот эти, конечно, обязательные барьеры. Может быть, у нас такой восточный, да, в кавычках, этикет, прежде чем вести дела, нужно попить чай и пообщаться. У нас, я, может, сторонник такого больше западного, да, европейского подхода. Привет и дальше по делу. Да, и уже по делу. А, разумеется, если мне при этом зачастую почему-то люди как-то обижаются, да, что я там не спрашиваю, это ничуть не как-то уменьшает моего интереса к ним, но просто немного в другой плоскости, да, потому что я пришел выяснить вопросы все, решить, а потом уже мы, соответственно, можем, когда у нас не будет этих вопросов, пообщаться и о семье, и о близких, и просто как там день прошел. Да, но как это вот все-таки к немедленным ответам мы с вами вернемся? Я считаю, что если у тебя срочный вопрос, ты звонишь. Да, конечно. И говоришь, так, у меня срочный вопрос. Абсолютно согласен. Почему ты мне не отвечаешь? Где ты находишься? Что ты делаешь? Человек может делать все, что угодно вообще. Это к вопросу о доверии, да. Мы как раз возвращаемся, что важно доверять не только вот в целом в стране, гражданам одной страны, а доверять вот на таком контакте, просто человек, который рядом с тобой постоянно находится. Это тоже начинает с семьи, заканчивая государством. У нас почему-то вот эти системы взаимоотношений доверительных, они чуть сбоят. Вот наша задача чуть-чуть их направить в нужное русло. У меня подсказывает, что у нас есть звонок. Здравствуйте, задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы относитесь к голосовым сообщениям? И как правильно сказать человеку, что мне не нравится, когда присылают голосовые сообщения? Спасибо. Был у меня недавний случай. Спасибо большое за вопрос. Моему знакомому в ресторане прислали, мы сидели, пили чай, ужинали, ему прислали голосовое сообщение на 30 минут. Вот просто, представляете, 30 минут. И, а он такой деловой, очень занятой человек, да, и он говорит, это же насколько нужно не уважать мое время, чтобы вот просто взять и занять, подумать, что я готов 30 минут сейчас слушать твое голосовое сообщение. Я тоже была, если честно, очень сильно удивлена, это мягко еще сказано. Мне очень нравится, я на вопрос отвечу буквально, там, если можно, 5 секунд, когда, мне очень нравится, когда вы смеиваете в гемористических передачах вот подобные вещи, и там был такой сюжет, когда голосовое сообщение включалось, и буквально на протяжении полторы минут там просто были, да, ну вот, значит. Действительно, по поводу, отвечая на вопрос, конечно, что голосовым сообщением я ничего плохого в этом не вижу, это один из способов, да, соответственно, общения. Совершенно, ну, нормальный, в моем понимании. Но если действительно вам не нравится, да, что вам присылают эти сообщения, я не вижу ничего плохого, чтобы это написать. То есть, соответственно, там, пожалуйста, да, напишите текстом, или напишите текстом, потому что мы же, если нам что-то не нравится в жизни, говорим, опять же, да, я тут всегда возвращаться буду к этому, потому что все хочу вот это объединить. То же самое и здесь. Соответственно, можно там показать, не нужно казаться чрезмерно вежливым, да, не нужно вот эту вежливость уже себе в ущерб делать. Это тоже очень важный момент, да, что вот мы лучше переступим к себе, через послушаем. Если для вас это несложно, вы можете это послушать, ну, тогда и не говорите, да, что вам это, например, не нравится. А так лучше скажите. И, в принципе, если человек адекватный, а я всегда за адекватность топлю, то, соответственно, он вам напишет текстом. Или лучше позвонит. Ну, а, например, если он в голосовых сообщениях ничего тебе не сказал, а просто мэ, и в конце да, и все это за него 20 секунд. Ну, честно, я вот на такие вещи реагирую. Ну, держите меня семеро. Вот, поэтому лучше скажите об этом, что лучше, если что-то текстом пишите. Лучше так, потому что по-другому... Кто-то не умеет быстро формулировать хорошо мысли для того, чтобы записывать голосовое сообщение. Это все долго растянуто, ты уже ставишь полтора скорость, два скорость, а оно еще все идет и идет, как турецкий сериал, который никогда не закончится. Ну, вот как раз для этого, наверное, в одном из мессенджеров придумали, когда покупаешь там премиум подписку, да, в одном тоже из популярных мессенджеров ныне, там как раз можно включить тумблер, отключить прием голосовых сообщений. Как один из способов? Пересылать картинки с праздниками. Это мне кажется, это очень мило в какой-то мере, да, потому что человек, когда пересылает там все, начиная от там Спаса, либо там Рамадана, да, чтобы как бы обе конфессии тут поравнять. Я обычно Спас, днем Ивана Купала, днем Белые Собаки, я не знаю, это же может... Я согласен, да, но человек, как обычно, вкладывает в это, мне кажется, максимально добрые какие-то, да, даже, когда пожелания с добрым утром вот эти анимированы. Безусловно. Иногда, конечно, очень забавно, когда человек присылает тебе эту открытку, и там видно, что это пересланные сообщения, либо часто пересылаемые, тем более. Это очень странно, конечно, выглядит. То есть, ну, я немного так... Меня это коррекует, потому что вроде бы же можно было сохранить и потом прислать обычным сообщением, да, это все равно что-то. Считаете, возможно вообще эту сферу регулировать как-то? Я считаю, что именно... Коротко только. Да, регулировать можно, но, соответственно, делать это на уровне законодательных запретов только в сфере негатива, в сфере оскорблений, да, и в сфере фейковых сообщений. Это необходимо делать, потому что, опять же, наша с вами жизнь реально показывает, что это необходимо делать. Люди оскорбляют друг друга. Ну, то есть штраф за то, что ты присылаешь сообщения с непроверенной информацией, например? Если это присыл... Тут очень тонкий момент. Я максимально не за запреты, да, потому что все-таки регулирование всех сфер жизни это очень сложный процесс. Это исключительно, если это может быть какой-то информационный ресурс, портал, то есть человек имеет определенную аудиторию, да, например, там, большое число подписчиков, но при этом он же не является СМИ, например, да, это просто блогер. Ну да. Но, извините, он имеет контроль, он имеет влияние на свою аудиторию, которая его послушает и сделает так, как он скажет, или она. Это недавно, по-моему, я читала буквально вчера, что Роскомнадзор собирается... Хотел бы отслеживать всех, у кого больше тысячи подписчиков. Есть такое, да, это особенно, опять же, чтобы подавали заявки. В наших каналах, опять же, вот в популярных мессенджерах, да, тут больше вопрос, конечно, такой, там, с планением фейков, вот каких-то инсайдов, как у нас любят говорить этим модным словом, какую-то там стороннюю внутреннюю информацию только для посвященных, да, хотя, по большей части, это просто пережевывание одних и тех же фактов. Поэтому регулировать нужно, как повторюсь, да, только в кости запрета. С точки зрения банального общения, это уже, я считаю, на уровне морали. А мораль у нас у каждого своя. Арслан Менгалей, специалист Координационного центра Казанского федерального университета, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое за эту беседу. Это были главные новости. До встречи. Спасибо.